Здравствуйте, я Наталья Некрасова с автор школы машинного вязания, где мы обучаем стримителям освоения абсолютно любой вязальной машины с нуля. Предлагаю вам связать узор ложной ажуры. У нас на сайте этот узор имеет номер 113. Выполняем его на машинке Silverita 740, машина с нитеводом. Использована пряжа двух видов, толстая и тонкая, то есть катушечная нить и шерстяная нить, разной толщины. За счет этого, за счет разности толщины создается эффект ложных ажуров. Вязание происходит путем провязывания накидов. Никаких ажурных пересадок не выполняется. Рапорт несложный, на самом деле по такому принципу вы можете создать свой рапорт. В хаотичном порядке набросать иглы в переднем положении, самое главное потом придерживаться этого рапорта. Слишком большие широкие рапорты лучше не делать, не легко запутаться. Итак, мы выставляем в переднее положение первую иглу из четверки. Рапорт 4 петли. Первую иглу ставим в переднее положение. Рычаги частичного вязания включены, поэтому иглы из переднего положения машина в работу не забирает. Два ряда. После провязывания первого ряда обязательно проверяйте, что ни одна из игл переднего положения не встала в работу. Поскольку к этой машине не прилагаются дополнительные приспособления в виде линейок разного разбора, выполнять узор придется вручную. Так, задвигаем в среднее положение иглы, которые только что работали и ставим в переднее положение каждую третью иглу. Каждый раз, два, третью. То есть получается средняя иголка из провязанных. После того, как выставили иглы, обязательно проверьте, что они стоят четко в переднем положении. Если это не так, машина их поставит в работу. Берем катушечную нить, нити-водитель, два ряда. Ставим, я закрываю язычки, чтобы они не врезались в провязанные петли. Ставим в среднее рабочее положение и в переднее положение каждая вторая игла. То есть игла, которая находится левее иглы с накидами. Проверили, что они все стоят. В переднее положение, два ряда. Следующая игла, которая у нас идет в переднее положение, четвертая. Раз, два, три, четыре. То есть каждую четвертую иглу мы ставим в переднее положение. Это опять же средняя игла из провязанных. Катушечная нить, два ряда. Закрываем язычки, ставим в среднее рабочее положение. Следующая игла, третья. То есть игла левее провязанных. Оставили. Проверили, что они стоят в рабочем положении, два ряда. Игла в среднее положение, каждая. Левая игла, переднее положение и катушки. И таким образом провязываете нужное количество рядов. Узор получается очень нежный, воздушный. Надо только учитывать, что он не будет сильно держать форму. И в большом объеме будет вытягиваться и деформироваться. Поэтому так хорошо выполнять отделку. Небольшие фрагменты. С изнанки смотрится интереснее, чем с лица. Но тут вы уже выбираете сами, какого эффекта вы ждете от этого узора. Если вам этот узор понравился, нажмите нравится. Поделитесь с друзьями. Подпишитесь на наш канал, чтобы от курса всех обновлений. Обязательно приходите на наши бесплатные вязальные посиделки. Жду вас в нашей школе машины вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Ваша Наталья Некрасова.